с добрым утром с вами шокол 25 сегодня мы проходим обычную нормальную сложность на левийском пасле так дать я сейчас разберусь с этой дорогой гребаной дорога конечно говно так ну я пойду по верху по верху и по верху так отлично в принципе окей идем сюда давайте я вам расскажу о достижении в общем сам тяжелом достижении но одним из самых тяжелых она победить на полигоне занять первое место это по моему бред собачий в общем я это просто не но не сделаю не выполнили когда ну и давайте взглянем на то что можно завалить в общем если вы прошли экспедицию сколько там 10-15 раз подряд и вас в общем меня того подстрелили в общем и не дали занять действий в общем 25 раз подряд экспедиции самое тяжелое достижение на данный момент для меня но она выполнимая а теперь я хотел понять какие экспедиции для него нужны чтобы проходить нормально экспедиции то есть если у вас у вас должно быть как минимум 25 карт наличие вы должны быть лидером экспедиции вы должны собирать только нормальной экспедиции полным фуллом отрядом и вы должны быть разрушителем на мой взгляд разрушитель это самая выигрышная позиция все остальные созидатели в один разрушитель и у вас должно быть дохера расхода кармане и но кто вас может подставить ведь может быть и созидатели подставить и вообще на экспедиция сама дорога на экспедиции может вас подвести и вы просрете не заняв первое место так вот чтобы этого избежать у вас должны быть наличие аптечки звезды и так далее того говно полнейшее очередное но чтобы избежать дальнейших всяких на разрушитель как же занять первое место первое место на экспедициях этих у нас сейчас так экспедиция значит первое место чтобы зайти занять у меня на данный момент я все свои стратил у меня сейчас 10 карт на этих самых ливийских послов 10 карт на этих самых цветок 10 карт на цветках 11 уже стало вольт я не люблю я их не карты сразу выбрасываю помойку личинку тоже не особо радует не особо меня радует поэтому я их тоже личинку обычно я выкидываю карту личинки помойку как же вы должны проходить еще и как в общем без засад именно без засад карту или хотя бы с одной вы можете тут абсолютно идти разную фигню у вас никто не подсечет не волнуйтесь значит какой же оптимальный вариант для прохождения карты экспедиции в общем я так подумал про смысл и понял что гигаволь для получения достижения от 525 экспедиции это проигрышный вариант все потому что там очень много расхода потребуется чтобы выйти на первой лидерирующей позиции личинка также это проигрышный вариант так как она может вас стрельнуть заблокировать своей паутиной и вы сдохните через какое-то время то есть две экспедиции можете сразу отбрасывать в сторону нормальных остается людоед гигавольт и царь скорпион а точнее нет гигавольта мы убрали и личинку убрали остается протоминатор и людоед и царь скорпионов протоминатор самая выигрышная позиция если у вас есть 25 карт на ней вы можете смело использовать именно их протоминатор самый легкий для получения достижения 25 но если у вас недостаточно карт для получения достижения то есть они у вас разные карты по гигавольта можете сразу убрасывать в помойку карты по королеве кулия сразу убрасываете помойку карты по царю скорпион в общем вас могут подстрелить эти клещи и подставить таким образом вас поэтому в принципе это рискованно я не рекомендую рисковать таким количеством расхода вашего если он у вас его у вас дохрена как обычно дохрена а у вас до его дохрена то есть достижение требует гораздо высоких затрат и усилий поэтому остается только две экспедиции на мой взгляд вот это значит братоминатор и эксперт по людоедам то есть людоед и братоминатор цветок и этот полван короче ну вот значит а показываю вам нормальную экспедицию львийского посла для того чтобы продемонстрировать как же подставляют клещи вот как раз сейчас они вас могут и подставить если вы разрушитель если вы единственный разрушитель клещи также отнимает периодичку как и в дальнейшем случае как и вообще личинка это вообще сам то есть личинка сразу блокирует вас на два года и вы можете потерять свое первое место в разы поэтому не рекомендую в общем можете отбрасывать насчет этих то что эти клещи у вас стрельнут и вы покинете не занят первое место это тоже такой возможный вариант и вы действительно сдохнете то есть остается только людоед и братоминатор это две самые выигрышные экспедиции если у вас достаточная карта для них 25 штук вы собираете именно их и выходите на лидирующие позиции берете 25 место ну как видите я сейчас прохожу 97 по счету экспедицию хочу довести до окружного счета будет всякое разнообразие прозвучало немножечко музло и так а кстати выбери лучшего у нас до сих пор проходит ивент он продолжается у нас ну что давайте взглянем на наш обзорчик да обязательно в конце покажу вам что именно так что именно я вы были короче короче но почему вот это вот именно мешается я не могу что находится внизу за достижение мне не видно в общем тогда я сделаю по-другому это отменяю этот меняю это хрень тоже отменяю это мне не интересно и все достижение закончится но все понятно в принципе экспедиция не такая уж интересная в отличие от кошмарных но вы можете попрактиковаться на них в частности на вратами на три цветки если вам нужны рубины слава место 25 звезд то есть 25 побед подряд вы на первом месте вы должны только исключительно быть во всеоружии и брать быть единственным разрушителем в своей команде брать только созидателей и титанов титанов вы можете брать я 4 это верх поэтому 4 то есть как минимум на экспедиции должно быть 34 титана и титаны не должны спать иначе они вас тоже подставят спать могут только созидатель титан может спать максимум один все все остальное не имеет значения все вы точно выиграете экспу если у вас будут как минимум два активных или три активных титан да ну в общем без разницы но на прохождение нормальной сложности если вы не хотите завалить вот этого вот скорпиона вам требуется за разрушителей поэтому сейчас команду я набрал разрушителей с весьма приличным количеством расхода которые не спят я не беру свою команду разрушителей которые без расхода и которые спят я не знаю нахера они приходят играть разрушителями если они собираются спать моей команде это несерьезно выглядит я беру только титанов и созидателей спящими созидатели титана мне в общем без разницы чуваки которые тут спят они были активны в начале главное что у них есть расход и лично сейчас моя экспедиция я уверен на стопроцентную победу так как я уже очень много раз собирал разных экспедиций участвовал абсолютно всех просто до этого я не записывал так профессионально не имел смысла в общем кошмарные считаю только интересными и достижения разрабатывания различных достижений также некоторые ивенты нового это понимаю также у меня будет видео интересное видео о том как я зарабатываю в лаборатории прокачиваю свой бас-матч вот предлагаю прокачивать бас-матч до 15 за кредиты а затем вы будете за одну штуку пытаться увеличивать и креонитом и здесь как бы на на успех то есть на удачу рассчитывается либо вы сможете увеличить до 25 либо нет по сравнению с двумя прошлыми годами да что там с тремя прошлыми годами три года назад это все можно было в раз сделать себе очень легко легендарное оружие сделать себе но в этом году это уже невозможно и в прошлом году тоже невозможно я в прошлом году истратил порядка полторы тысячи креонита и так ничего не получил бас-матч мне пришлось выкинуть так как я его полностью разболбал и я так понимаю что учитывается арконы оружие нельзя ремонтировать то есть она будет гореть если у вас тут стоят какие-то дебильные арконы я не знаю почему так сделано и что на это влияет но действительно она так по факту и есть но раз мы на экспедиции то давайте как-нибудь а я тип учел вылечен ладно по хрену ну а раз вылечен а короче ладно вылечь просто глюки как видите я дорогу выбираю и на братоминаторах первым делом что я делаю заряжаю волну или фазер но как правило я заряжаю волну чтобы сразу вырываться на первое место от волной от одной волны если все здоровы никто не подохнет в конце а вот уже от двух волн все умрут можете не сомневаться и еще почему я на братоминаторе это отдельная будет экспедиция так как она мне нравится больше всех и это самое легкое для получения достижений что у нас нет на минное поле я не пойду лучше проще в ущелье сходить в таком случае дорога не ахти а выбор между миной и ущелье в принципе не хочу идти на мину просто не хочу тратить свои лишние драгоценные ну вот опять собственно мы попали в засаду ну ладно вот так нас и подставляют экспедиции в общем если вы за разрушитель ли вы юзайте отражатель и понятное дело здесь вы можете стать трупом на финале потому что все клещи будут против вас и разрушители должны быть с расходом поэтому шансы на первое место здесь очень мизерные очень мизерные их невозможно получить не истратив кучу расхода а истратив расход по минимуму можно только на братоминаторе и цветке итак собственно экспедиция небольшого руководства и и просто для развлекалого тем кто хочет много роликов моих или уже наскучили предыдущие в принципе могут смотреть этот он будет довольно таки длинным большим и так далее и включим мы какое-нибудь музло пожалуй не знаю не знаю чего врубить тут можно ладно давай вне времени хотя не знаю наверно может ему слово заблокируется хотя не знаю наверно может ему слово заблокируется ну ладно раз он начался лучше значит будет все вчера значит был отмечен на стриме великий юзикварс а вот это ришка знатное зверюк мех в мясо шкварек нажали Ну, да, у меня с собой один усилитель на атаку, и вам придётся брать усилитель на атаку, на броню и на атаку, обязательно потом придётся брать. Задержи свой век, ведь твой конь устал, его силы дают. Ну, давайте сгоним на прессу, пройдёмте. Пока это возможно. Расход пока никто осуществляет. И вот никто, как выгонит, начинается с края расхода. Вы автоматически попадаете в занятный список на этой экспедиции. Личинка мне не нравится, все картоснички я указываю, вероятность того, что там можно протрать, тоже велика. Даже на норму просто. То есть я уже простирал и старпиона, и личинку на норму. Да, я простирал абсолютно каждого вида экспедиции на норме. И это видно в моих результатах. Но экспедиции, которые я постирал, были разные. Они были так и нормальными, так и высокими. Но высоких было меньше гораздо, в основном все нормально. И я решил после этого набирать народ, у которого есть вот минимум один байт. Один байт. Почему? Людей с нулевым байтом я не беру никогда на своей экспедиции. Может, даже инспирации. Никогда не беру. Только один байт. И, собственно, таким образом шансы ему сверху повышаются в разных байтах. Человек с нулевым байтом, как правило, это трудно. Потому что у него нет самого главного. Жизни, который добавляет один байт. Конечно, с введением такого дерьма, это исключение. Хорошо. Но вы гляните, сколько у жизни у человека с нулевым, и сколько жизни у человека хотя бы с двумя. Ну вы поняли. То есть вот хотя бы у обычного созидательства данный байт. И вот таким образом я делал выделение. Я не стал страдать, надоело ждать от небесранения. Я пищу во тьму, я почти устрою в арене. Ты убери, что я живой. Не хочу смотреть в зеркало судьбы, правды избегаю. Там, как будто я, тот же самый лик на душа другая. Итак, на сегодня раз у меня нет никаких паузов, времени, но это 17 лет. Долгая экспедиция, если честно. Такие экспедиции у меня проходят... Потому что я никогда не веду по шоссе. Я не хочу тратить свое драгоценное время. Здесь у меня нет времени сидеть, собирать, ждать, кому-то там по 10 часов. И я как бы уже на этом опыте наджился. Были времена, когда я пытался собрать экспедиции, и я их буквально собирал, потому что никто там не дешел. Я все время почему-то оказывался в самой заднице. Прочти только проходит 10 минут от начала сбора экспедиции. Я оказывался на последнем месте в оттенку собирает. И высокая конкуренция. Потому что если экспедиция больше 30, я не создаю ее. Если даже больше... Особенно, если нормальная. Если нормальных экспедиций больше 15, я не создаю ее. Если всех экспедиций больше 30, я должен быть своим. Нормальных в общем. У меня сейчас интересует нормальная. Я на сотни, конечно, на них работаю. Потому что, ну, там нужно работать. Потратить репести, универг и так далее. Я понял, они все время... Последнюю экспедицию высокого, которая была. И она у меня записана на ютубе. И последние две высоких я просрал. Т.е. не я был F. А как был Dota, кто собирал народ. Я, израдно говоря, открадился. Делал все, что мог. Но, увы, не получилось. Поэтому я на сотни хожу очень редко. Точнее, в том случае, когда мне нужны медали для космарка. На кошмарку, вроде, не ходить с спиртбайтом. Я не понимаю людей, которые мне пишут, что мы набирая сильных, и мы пройдем. Когда он сам ни хрена полуменует. Его байта вообще нет. Держит. Ну, как бы, на что он рассчитывает, не понятно. Потому что, кого выкинуть в первую очередь, так это его снова. Люди странные. Итак, со вчерашней экспо я получил еще в количестве 25 лайков. Мой обед священный. Ну, лайк. Да. Я не знаю, блин, какие-то люди воспринимают их за лайки на ютубе, за подписки. Но я имел в виду сердечки, вот эти вот лайки, лайки. Как они тут по-дебильному называются? Жеконы. Так. В общем, лайки, жеконы и сердечки. Монетки. Что-то там нельзя придумать. И так, награда элитный апартамент. Я посмотрел у человека, того самого Забирюги на ютубе. Результаты прошлого года 50 лет. И там было 200 тысяч лайков у человека, который был на лидирующей позиции. То есть, в этом году никто так не тратится. Я не знаю, потому что, действительно, беспилежно вполне так. Чушь слабать. Кстати, почему я сейчас... Я думал, мне нужно просто... Я действительно ранен сейчас. Ну, как можете видеть, сейчас после ющелья мы будем все ранены и не начнем учиться. Я знаю, что вам всем интересно смотреть конец экспедиции. То, что мы обычно записываем. То есть, начало, середина, основные бои, конец. Бля! Жень! Жень! А! Ну, спасибо! Ну, это, конечно, было обалдеть. Ладно, пофигу. Отправляемся на аэротром. Ну, спасибо, конечно. Так. Вот о чем я вам и говорил. Я не претендую на первое место, но я бы, если я его сейчас занял, мне бы пришлось тратить 250 звезд на уничтожение моего. И смотрите, как народ разбирает заряды. Видите? Пять зарядов разобранных. Вот это вот те самые люди, которые вас могут подставить, если вы будете собирать рухов. Поэтому я собираю всегда только Созидателей. И у Созидателей, если вы, значит, целено получить достижение, вот это вот достижение, я его получил только с той помощью, что Созидатели не использовали протоны и вот эти вот волны грёбаные. То есть с протонами я просрал. Был человек, который кидал протоны, и он забил, в общем, обнулил моё достижение. После этого я опленул. Были попытки собрать снова, но меня снова перехватывали. И я пока понял, что нужно собирать именно лично и иметь в своём запасе карты. То есть нужно собирать личные экспедиции, потому что другим ребятам нельзя, в общем, никому нельзя верить. Все пытаются взять первое место. Поэтому, если вы будете собирать сами, вы точно будете уверены в том, что вы точно выполните это достижение. В частности, я уже собрал последние 11 протоминаторов, были мои, но я не гнался за первым местом особо. Но, как правило, я занимал первые, вторые и третьи места в своих экспедициях, которые собирал лично. И я использовал пару волн в конце. На боссе я тратил пару волн. И я вам обязательно как-нибудь запишу свою нормальную экспедицию. Или же не свою, а может и свою. Но мне нужна карта. Все карты протоминатора я истратил, так как они самые мои любимые. За них сейчас дают больше всего очков. И я бы хотел, чтобы ввели какую-нибудь ещё одну новую экспедицию. Так как зал славы, я смотрю, заметно пополнился на 1, 6 лет, 5 лет. Короче, вы поняли. В общем, мы ждем ввода. Не знаю. Я на тридцать первый уровень не хочу, если честно. Потому что, ну, тридцатый, это так понятно, что всё ок. Ну, тридцатый уровень, это уже край. И смысл делать уровни выше. Я не вижу смысла в уровнях выше. А ещё я не вижу смысла, почему даётся одно умение на уровень, когда их тут просто в навалом. Завались просто. Умение должно отдаваться. Ну, как минимум, два умения за один уровень. Я не знаю, почему такой сильный разброс по умениям, мне непонятно. Ладно, но речь сейчас пойдёт не об этом. Сейчас включим какое-нибудь ещё музло. Стрельнем куда-нибудь, когда уснут драконы и так далее и тому подобное. Ладно, давайте включим наше Udo. Уду. Что-нибудь Rising High или Golden Fire. Ну, ладно. Включим всё. Да, мы же робот и слушаем тяжёлый металл. И робот. Таак. Сейкаж бутся. Таак. Сейкаж бутся. В том, что можно использовать отражатель. Как раз вот на этом случае. Нет, ребята, мне нужно атаковать клеш, не плоск, только тело. Это вы должны подсказывать всем. Как правило, водила подсказывают, что нужно атаковать. Вам может показаться, что этот луч стреляет круче фазера, но это не так. Здесь написано базовая атака, поэтому атака будет гораздо меньше. И по мне так, это бесполезная вещь. Ну, в данном случае она может оказаться полезной, если вы рветесь в первое место. Поэтому обязательно берете импульсные лучи, которые падут, и заряд. Вы играете в разрушителя, берете заряды и поясные лучи. А еще вы можете взять вертический удар, но в основном вам ничего остального. А, крылья, это самое важное вещь. Крылья вам не нужны на норме, потому что, если вы уверены в своих силах, вы ее обязательно пройдете. И как вы думаете, кого будут добывать клещи? Правильно, разрушители. Собственно, у меня тут не один разрушитель, а штук 11 или 10. Ну, 10. Вот это я понимаю. Сразу усиление пошло. Поэтому, в общем, экспедиции были значительно усиленные, и к ним добавили вот такую хиранику. Усиливают клещи в несколько раз. Особенно, экспедиции усилены во время того, когда выпадают подарки с вот этими супермодулями. То есть, экспедиции усилены во время ивентов Война Машин, Музмер и Супермодуля. Еще, в общем, раньше они были гораздо слабее и проходимее. Но сейчас, для получения достижения экспедиции личинки и ливийский посол, в общем, царь скорпионов, вот эту, и матка вот эта вот королевская, это уже не вариант. Невозможно пройти. Но, Людоеда и Протоминатора, возможно пройти. Поэтому, если у вас, например, 15 карт Бортоминатора и А10 этого самого цветка, если вы их собираете, а вы должны обязательно собирать сами. И если вы идете разрушить все достижения, за первое место у вас гармонит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долгая экспедиция не получается, но ладно. Зато в конце вы увидите немного подарков. По результатам второго тура, в принципе, сейчас я их отрожу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА наносит массовые обложки. Вообще, если честно, ничем не отличается от антипилы, его даже куча. Кровотечения есть, а гвоздомет как-то хитирование. Вот, вот, смотрите, реально, гвоздомет гораздо слабее, чем мой агрессор. Ну и спрашивается, нахера он меняет? Ну может, гвоздомет, я его выгоду. А вот это не может, гвоздомет. А вот это не может, гвоздомет. 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 Продолжение следует... Вы, наверное, заметили, что расходы на кутового я не кратил вообще. Не кратил ни к чему. По расходу. Кремни мне купили. Да и без крыльев, в принципе, я не безградил. И по итогам, на каком месте мы находимся? Ну, 13-й, ну, неплохо. 13-й. Одной фишкой является пресирание аптек. Если вы сожрали аптеку, у вас заметно прибавится здесь вклад. И вы перейдёте сразу. Вклада прибавится тысяч на четыреста. Вот. Не знаю, как он где пошел. И когда вы используете щит, приятный, отражательный, аптеки, все это действительно учитывается по 6-й статистике. Не думаю. Итак, мест 13, будем. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok